здорово братик это мой последний выпуск в этом году я надеюсь у тебя хоть в какой-то мере есть предновогоднее настроение на может и нет вообще самом деле насрать на него я не очень люблю все эти новогодние приколы вот я больше люблю работать в это время шарашить вот поэтому не все эти праздники немножечко дуб может быть те так же вот а может сейчас вообще не до этого прекрасно поэтому и выпуск будет достаточно такой экспрессивный экспромтный вот я хочу с тобою сегодня поговорить о пяти советах которые бы и и конечно тот еще советчик да но вроде бы ты моим советом в нем лишь судя по просмотрам на выпуска где с тобой делюсь чем-то то что у меня на душе вот поэтому может быть тебе это тоже зайдет поэтому в целом подрослой булочки прозвари чайку вот можешь поставить это куда-нибудь формате подкаста у себя на фоне там или что-то такое первый совет который хочу тебе дать это фраза моего деда уже усопшего покинувшего мир который говорил что есть карты краплены смени стол вот то есть бессмысленно шарашить на поле где все правила против тебя и игра заранее обречена на проигрыш поэтому задумайся о том чтобы возможно вот как раз сейчас в период жесточайших кризисов и того что происходит в мире может быть сменить обстановку не обязательно как-то радикально да я не говорю про переезд какую-то другую страну это может быть и просто переезд в другой город ну то есть сменить обстановку попробовать что-то новое начать знакомиться с новыми людьми в этом городе ну то есть сменить свое привычное окружение потому что времена того требуют если ты этому не отвечаешь да а пытаешься в своем пытаешься быть самой большой рыбой но в своем маленькому уютном болоте то возможно это как раз именно то что тебя сейчас останавливает вот движение к своей цели мечте и так далее я с этой же мысли формы и сейчас оказался в казахстане в алмате вот и стараюсь крутиться вертеться здесь вливаться в местную тусовку быть полезным местной тусовки и вот это вот второй совет катастрофически важный если перебираешься если ты куда-то переезжаешь обязательно выбирайся знакомься с людьми потому что наша профессия в первую очередь это про взаимодействие между людьми потому что все крутые проекты собираются огромной команды и к тому же здесь в первую очередь играет человеческий фактор то есть не только твои скиллы до скиллы это вот прямо то что у тебя basic должен должно быть базовое закрыто на нормальном уровне а знакомство то что люди тебя знают как нормального ответственного человека на котором можно положиться вот это вот не менее важные поэтому если ты этому не уделяешь достаточно времени то и про тебя просто никто не узнает 300 вопрос не будет работать поэтому вот на этих парах когда ты знакомишься вливайся в творческие проекты вливайся в бесплатные проекты для да точнее да для некоторых из вас это может выглядеть как какой-то пэк степ шаг назад типа чё теперь за бесплатно должен шарашить нет не обязательно но и какие-то проекты тоже можно сделать бесплатно особенно если в них веришь чувствуешь и в очередной раз укрепить свой скил на вид руку лишним не будет вот и отсюда вытекает еще следующая вещь в новом году наберись терпения ну трясет откат тоже очень сильный поэтому единственное как ты можешь во всей этой ситуации не просто продержаться продолжать заниматься любимым делом и чувствует себя нормально что ты двигаешься правильном направлении до чтобы хотя бы твоя глава отец это что ты должен заниматься именно тем чем ты можешь заниматься 24 на 7 потому что никогда не знаешь какая встреча приведет тебе нормальный проект и никогда не знаешь какое знакомство с каким человеком позволит тебе оказаться там где хотелось там на большой площадке не знаю саре алекс 35 или каждому из вас чем хочет вот потому что ну если были такие золотые формулы все бы их давно знали и все бы у всех было замечательно но это не так вот поэтому ты никогда не знаешь где какой лукбокс там сундук ты откроешь и вот оно будет твое сокровище и поэтому единственное что тебя на этом пути может поддерживать чтобы ты не встречался с каким-то огромным разочарованием которое тебя от всего этого дела как сказать заставит ну короче заставит тебя отвернуться от всего этого дела это именно что твое дело приносит тебе огромное удовольствие тебе просто по кайфу этим заниматься неважно что за проект неважно какая-то встреча вот поэтому ты должен любить и обожать то что ты делаешь это единственный это главное условие твоего выживания как творца вода если у тебя не так то возможно тебе надо попробовать хоть новое направление не знаю там сменить деятельность и тогда еще чуть не забыл тебя на самом деле ждет в четверг мой последний прямой эфир в этом году поэтому есть хочешь еще раз увидится обязательно залетая регистрируйся по ссылке в описании что там будет там мы с тобой разберемся про мобильную видеосъемку вот про нее будем говорить про ее актуальны в 2023 году как датриус тиктоки и тогда еще тебе по технике для этого будет нужно короче все же связано с мобильной съемкой почему да потому что пока тут был в казахстане я увидел огромное количество просто мобилографов и ребят которые непосредственно съемкой на телефон зарабатывают бабки поэтому это тоже для тебя может быть отличной опцией особенно с учетом того что часто и монтик можно вот поэтому в любом случае залетай тебя ждать в четверг 19 3 изучение рассети потому что это то что будет рвать и метать 2023 году это невероятный тренд который сейчас набирает обороты и если ты как художник и творец будешь знать эти инструменты применять их своих работах будешь на коне тебе будет попроще вот если хочешь уходить глубже и дальше да изучай как это сделано с точки зрения программирования то есть как построены нейросети дата сайенс вот эти вот все дела поэтому возможный программирование тест тоже в какой-то мере стоит начать заниматься и последний мечтай обо всем чем угодно даже если это под дорогим стеклом и даже если это клубника зимой потому что если ты не будешь мечтать то весь путь будет выглядеть достаточно бессмысленным и он превратится в простое выживание а я знаю что у многих из вас сейчас базовый и основной вопрос это выживание либо ты находишься там где происходят боевые действия либо ты находишься просто на грани выживания потому что у тебя финансы упали либо кто-то из вас может находиться в депрессии по той или иной причине и тоже находиться на грани выживания психологического но если вы не будете мечтать то двигаться вперед будет просто бессмысленно ну то есть не будет вот этой вот путеводной звезды который можно идти никогда в конечном итоге до нее не дойдя но тем не менее путь настолько был прекрасен что за и за это можно сказать огромное спасибо на смертном андре а мы последнее время подзабыли каждый нас а это очень важно потому что это именно это тебя вдохновляет именно это будет тебе давать силы двигаться дальше поэтому если во всем этом выживательном процессе ты свою мечту оставил где-то на полочке самое время 2023 году неважно где бы ты ни находился что бы ты ни делал и чтобы в той жизни не происходило достать и смахнуть с нее пыль и снова начать смотреть в этом направлении вот поэтому каждому из вас 2023 году я желаю вновь обрести свою путеводную звезду и также бонусом к этому выпуску сейчас пойдет последний совет который гласит следующим образом если ты мой дорогой дружочек живешь в загородном доме у тебя система отопления открытого типа а-ля ленинградка ни в коем случае не вздумай перекрывать вот этот патрубок потому что оттуда выходит излишки воды и излишнее давление которое может создаться в системе потому что что такое система открытого типа в отличие от закрытого который есть у тебя в квартире если живешь квартирном доме открытого типа это когда у тебя атмосферное давление поддерживается во всей системе а циркуляция воды происходит либо за счет квитации холодной теплой холодной горячей воды или же за счет этого насоса который у тебя стоит на обратке так вот есть и мой дорогой дружочек не дай бог закроешь эту херь потому что например как я решишь что что-то у меня в батареях поселился кислородик давай-ка я его выпущу через краны маевского а он что правильно а он сука не выходит потому что давление атмосферное и ты такой подумаешь блин а давай-ка я закрою тут патрубок чтобы давление то нарастить и воздух вышел и еще воду подать вот из этого краника да потому что давление то надо нарастить надо чтобы воздух вышел надо чтобы воды было побольше то печка твоя сделает а вместе с ней и все твои мечты на теплый сон в алматинских горах в поселке городского типа богонашил при минус 12 градусов мороза за окном вот и потом тебе придется ставить новую печь и со всем этим разбираться поэтому если ты и точно так же как и я с печкой помни о двух вещах никогда не перекрывай этот патрубок у тебя обязательно должен быть расширительный бачок желательно на большое количество литров все зависит от того какое количество батареи у тебя в доме вот и в целом там все должно нормализоваться со временем вот а еще совет что насос ставь не на полную мощность как тебе могло показаться дать тип давление в системе будет больше вы прогонять будет лучше не не факт у меня все заработал в тот момент когда на насосе поставил первую скорость вот поэтому тепла в твой дом и чтобы у тебя все было хорошо в новом году